В этот день 20 декабря родились. Мария Скобцова, русская поэтесса-монахиня, эмигрировав во Францию, она открыла там благотворительную организацию помощи русским «Православное дело». Скобцова погибла в камере Равенс-Брюка за неделю до освобождения концлагеря Красной Армии. Химик Алексей Баландин, основатель научной школы в области катализма. Академик, основатель собственной школы химии, светила мировой науки к 40 годам. Человек, который сделал большой шаг в получении искусственного каучука, когда это так было нужно Родине. Таким был Алексей Баландин. И несмотря на все его заслуги, в пору великих репрессий, ему пришлось оправдываться и за свое происхождение, сын сибиряка-капиталиста, и за свое сотрудничество с коллегами из Европы. Свою работу за границей считаю плодотворной. В результате ее явились 4 печатные научные работы. Первое время я использовал для посещения ряда лекций, чтобы ознакомиться как с методом преподавания, так и для глубокого усвоения учений таких выдающихся специалистов, как Шрёдингер, волновая механика, Лауэ, рентгеновские спектры, Нернст, Эйнштейн и другие. В конце 1630-х очень помогло заступничество его учителя Зелинского, изобретателя противогаза. Дело решали на уровне Сталина и Молотова, и тогда еще арестованного по надуманному предлогу академика отпустили. Но в конце 40-х он был репрессирован снова основательно. По резонансному и абсолютно лживому красноярскому делу, мол, есть в науке те, кто скрыли от Родины какие-то несметные месторождения урана в Сибири, среди них якобы Баландин. Почтенный ученый угодил на Таймыр, но не сломался. После смерти Сталина Баландина срочно реабилитировали и вызвали в Москву. В общей сложности он провел в неволе 7 лет. Этот мужественный человек не только многое сделал как ученый, не только проявил чудеса стойкости. Он как педагог возрастил 69 кандидатов наук и 18 докторов и профессоров. В этот день 20 декабря 1699 года Россия по указу Петра I перешла на новое летоисчисление. Теперь отчет времен шел от Рождества Христова, а Новый год стали отмечать не 1 сентября, а 1 января. 20 декабря 1917 года Максим Горький в цикле статей «Несвоевременные мысли» впервые подверг критике Ленина и революции. Горький писатель крупный, классик при жизни, кого еще в начале 20 века переводили на десятки языков. Между тем, эта знаменитость имела очень давние и прочные связи с Лениным и большевиками. Есть данные, что до 60% дохода с пьесы на дне шли в партийную кассу. Ленин и Горький были близкими друзьями. Будущий вождь несколько раз посещал писателя на итальянском Капре. Туда Горький переехал из России как раз из-за того, что его финансирование революционеров вскрылось. Однако, когда пришла пора октябрьского переворота, уже умудренный опытом, возрастной писатель-классик, почему-то в восторг не пришел. В своем журнале он открыто предостерегал. На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет. И прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции. Когда же революция состоялась, Горький уже не боялся наносить своему другу Ленину прямые оскорбления. Он бросал обвинения в захвате власти и кровавом терроре. Вообразив себя Наполеонами асоциализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России. Русский народ заплатит за это озерами крови. Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта. Русский народ для них – та лошадь, которую ученые-бактериологи прививают в тиф. Террор, гонение на инакомыслящих, на цвет русской интеллигенции – все это надолго разорвало связи Горького и Ленина. Писатель на многие годы снова уехал в эмиграцию и вернулся уже в 30-е по приглашению Сталина. Но это уже, что называется, другая история. 20 декабря 1919 года был принят декрет о запрещении на территории РСФСР производства и продажи спиртосодержащих веществ. 20 декабря 1938 года в СССР появились трудовые книжки. Первый опыт введения трудовых книжек пришелся на революционный 1918 год. Свообразный паспорт трудового народа. На нем и красовались знаменитые слова «Не трудящийся, да не ест». Потом на время этот документ упразднили. Окончательно трудовые книжки закрепились сталинским законом 1938 года. Государство искало любые методы закрепления советских граждан на рабочих местах. И не зря первое время газета правда констатировала. На металлургических заводах лежат сотни трудовых книжек, не востребованных рабочими, ушедшими с производства. Но ничего, советский порядок вскоре навели, чему очень помог строгий учет с помощью все тех же трудовых книжек, которые остаются с нами и поныне. Таким был этот день 20 декабря. Редактор субтитров А.Семкин